Мы открыли выставку, которая называется «Графика и живопись». Здесь принимают участие ученики студии Алексея Никулина. Алексей занимается с ребятами в Центре культуры и искусств на Южной стороне, а вот отчетную выставку решил сделать в нашем музейно-выставочном центре. Алексей уже не в первый раз делает такие выставки. В прошлом году у нас прошла с огромным, я бы сказала, успехом выставка отчетная его студии. Причем была она в прошлом раз в Большом зале. В этом году у нас выставка проводится в Малом зале, в Камерном. В прошлом году мы постепенно изучали графику всем потоком, потом плавно переходили к акварелям, к живописи, гуашью. В этом году мы изучаем основы живописи, основы пейзажа, основы графики. И одно из таких новых направлений – это направление «Тревелбук», которое посвящено изучению разных стран. Старшие ребята любят заниматься все-таки графикой, и в нашу графику мы пытаемся добавить немного цвета. Получается, как цветная графика. Черно-белые работы, они краски выражают больше, чем работы с красками. Потому что у черного до белого очень много оттенков. Мне нравится то, что она написана пером и тушью. Ребята помладше работают с акварелью, с гуашью. Причем нетрадиционной технике приветствуется больше всего, когда мы можем и руками прессовать, и трубочкой пораздувать, и делать различные отпечатки всевозможными материалами. Вот это моя работа. Она мне показалась очень сказочной какой-то и цветной. Мне показалось, что она достойна того, чтобы висеть на этой выставке, на этой стене и в этой рамке. Я накладывала краски на листок, и это все раздавала трубочкой. Получались такие, как бы, кисточки. Перманентным маркером объединяла все детали, чтобы вся, каждая лапка не прилипала к одной, чтобы все участки были до конца заполнены краской. Алексей откликается и на наши проекты, которые мы проводим в музейно-выставочном центре. Мы совместно с Алексеем задумали такой, сделать проект, это Реутовская азбука. Сам Алексей разрабатывает дизайн вот этих букв, которые будут в нашей Реутовской азбуке, в азбуке, которая будет связана с нашими культурными местами, с нашими местами исторического наследия. Ребята будут делать зарисовки этих мест. Надеемся, что скоро наши школьники будут изучать алфавит в первом классе по азбуке Реутова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова